Привет всем, с вами я, Остап Бендер. Знаете, сегодня о политике говорить не будем, я как-то не успел подготовиться. Конечно, тема есть, но я постараюсь в ближайшее время их разобрать. Просто сегодня, пока выполнял задание летнего марафона, эти пять побед победить на режиме штурм, скажу вам честно, устал окончательно и пока отдыхал, как-то уже время пришло. Поиграю я сегодня на РМ с коронной АЦР-кой старого образца. Знаете, пушка довольно интересненькая, она у меня была в корзине предметов там. Я помню эту пушку, когда-то с ней давно играл, еще в старом варфейсе, и вы знаете, тогда эта пушка нагибала. Посмотрим, как в принципе это будет сейчас. Будет ли она гнуть, или же мы будем нагнуты. Ну, первая голова уже есть. Так, тут еще вроде кто-то был. Здорово. Ну, неплохо, в принципе, да. В принципе, не дурненько получилось. Так, сейчас посмотрим. Где-то там... Ой, убил товарищ с Макмиллоном где-то. Так, опа. Тут еще шкет, получил хэдшот. Не дурно. Так. О, снайпер. Получил тоже, вот он, четвертый, минус четвертый. О, инженер, здорово. Хэдшот. Эйсик, так сказать, получился. Знаете ли, неплохо, я вам так скажу, ребятки. Неплохо. Чувак написал о кейс. Не, о кейс это как-то не особо звучит. А если бы написал о гейс... Хотя, блин, там геи, это уже тоже плохо. Так что уж пусть лучше будет о кейс. А то еще обидятся эти товарищи, которые нам совсем не товарищи в голубых мундирах. Так, ладно. Такой минка так. Все, минка сдетонировала, ботинки. Так, ну что, будем пробовать сейчас побеждать. Да. Я сейчас постараюсь, как говорится, уже на пределе. До этого играл РМ, кое-как там более-менее получалось так. Вирали, конечно, но в некоторых местах там я сливался. К тому же все равно мне надо записывать РМ, а то я написал в техподдержку. То, что кидает на какой-то жопский региональный сервер. И мне написали, скиньте, пожалуйста, видос. Но сейчас меня, в принципе, нормально кинуло. Поэтому буду ждать, пока меня кинет на региональный сервер. Ближайшие пары дней. К тому же завтра, в принципе, я так более-менее в основном буду дома. Так что, больше у меня будет времени. А то я сегодня, как говорится, из дома с утра как свинтил. И вернулся только часа в 3-4. Ли снайпер там лежит. Снайпер, снайпер, здорово, ты тут что делаешь? Видимо, отдыхает. Да, снайперу я там даю кресты. Снайпер убежал, ну ладно. Вот снайпера пинг, поэтому, в принципе, урон у него может идти немножко с задержкой. Поэтому надо быть осторожным. Вот, отлично убил. О, мы выиграли. Я иду пока 7 на 0. Знаете ли, в принципе, неплохо. Правда, во втором раунде всех разобрали без моей помощи. Ну, знаете, это неплохо. Это очень даже неплохо. Да, чуваки, молодцы. А то была такая вроде ситуация сегодня, то, что товарищи просто забыли, что бомбу вообще нужно брать. И убежали без нее. Правда, вот возник вопрос, что ставить, когда все-таки этот вопрос возник. Чуваки все-таки обнаружили, что бомбу, оказывается, надо было брать. Так, опаньки, еще это-то. Три компа были. Знаете, что, ребята, я вам скажу так. Конечно, с этими тремя компами все довольно грустно. Просто ситуация такова, то, что непонятно. То ли это с интернетом, я имею в виду, то ли сам Warface, то ли у меня на компе это. То ли интернет-провайдер там что-то намудрил. Но, если честно, ребят, напишите, часто у вас бывает такое или нет. Просто у меня раньше такое было очень редко. А сейчас очень часто. Хотя, скорее всего, это может быть мой маршрутизатор. Так, девушка бежит в стену. По-моему, тут что-то не то. Походу, девушка немного-много ездит. Фрикаделька покинула, как говорится, нас. Видимо, Warface явно не беговая дорожка, а то она бежит-бежит, как говорится, калории жгут. Но не в Warface. Да, вот так оно и бывает. Давай еще как-то тащи. Так, молодец. Минус, правда, тут время. Время, 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 которое работает против нас. Чувак вышел спиной и получил люлей. Три секунды, две, одна. Встретит он врага или нет? Нет, к сожалению, врага он не встретил. Так, а у меня там тем временем счет 9-1. Ну, знаете ли, неплохо, в принципе. Как говорится, пойдем сейчас со снайперулей, со снайпером нашим. Попробуем что-нибудь зашалоболить тут. Так. Потому что тут чуваки вполне могут быть. Конечно, не хотелось бы, чтобы не прилетела какая-нибудь там шальная пуля. Выпущенная хрен знает где. Но что-то тут как-то не особо. Как говорится, не ахти. Да. Надо еще сайгу до открыть, а то, знаете, сайгу я так и не открыл еще. Как бы это прискорбно не звучало. Так, вот, минус. Как там было в одной песне? А у меня пистолет заряжен, и с сомнениями я не знаком. Так, там кто-то был где-то. Так, кто-то тут где-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Чувак, молодец, хорошо стал. Хотя это девушка, так что... Ладно, это, в принципе... Хотя, может, это и не девушка. А чувак шифруется. Ну ладно. Давай, товарищ, я держу за тебя кулачки. Я верю. Я верю, что у тебя может получиться. Ну, красавчик, знаешь ли. Просто молодец, браво. Я не знаю, дотащил бы я в такой ситуации или нет. Со своей церковью. Ну. Кто знает. В общем-то, это неизвестно. Но думаю, что... Предположим, что не залащил, и пойдем дальше. Вы знаете, что я тот еще. Товарищ, у которого такие клешни. Ау. Он мне все-таки отомстил. Да. Не думал, не гадал. Да. Надо написать, что палит труп. Все так, давай. Лесой. Если... Ай, так... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, инженер, у меня вопрос. А за хрена-то там стоял? Если ты... Вместо того, чтобы, как говорится, прикрыть нас, пока мы там... находились с медиком в близком контакте, так говорится. В близости находились. Почему ты нас не прикрыл? В итоге мы огреблись с медиком. И я умер еще один раз. Ну, ладно. Разом больше, разом меньше. В принципе, это не страшно. Так, давай, леванит. Леванит. Прям как звучит. Леванит. Хотя, я думаю, стоило ему сделать нику такой. Леванит. А не леванит. Было бы прикольней. И... Имя... Лева. Хотя, я не знаю, есть ли такое имя. Так, ладно. Проехали. Но, как говорится, действия к врагу. Че стоит делать так? Тут огуляет... Медик. Медик, 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 медик. Надо бы его попробовать... Зашалоболить ему в голову. Не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Как в той песне. Просто ай-яй-яюшки. Там в каком-то... Блин, я не помню уже в каком-то это фильме были вот так вот. Ай-яй-яй. А-а-а. Все, вспомнил. Из операции, когда там был экзамен. Студент приходит, в общем-то, на экзамен и говорит. Можно билет? Преподаватель ему говорит. Тяните. На что он смотрит и говорит. Еще. Берет еще один билет. Потом говорит. Еще. Взял билет. И потом преподавателю говорит. Себе. Ну и преподаватель не сразу понял в чем дело. И тоже начал брать билет. Короче, перебор, в общем-то. Граната! Да. Конечно, тема с экзаменами такая дичь. Так. О! Хедшот. Неплохо получилось. В принципе, АЦР-ка могет. Так. Там еще вон сейчас. Опять хедшот. Да что ж ты будешь делать? Ты это прям... Ну, чувакам огнить какой-то на его голове. Там опять сейчас сресать будет. Так. Ладно. Сейчас я попробую действовать более агрессивно. Вот так вот зашел. Забрал. Так. И еще тут был товарищ где-то. Фух. Да. Я уж думал сольюсь. Два патрона осталось, однако. Два патрона, два патрона. Это прям то, что надо. Ух. Да. Так ладно. Вот такую прокидку отправляю я. И посмотрим. Так. Ну что. Где у нас там враги гуляют? Выходите. Я вас встречу. Расскажу вам анекдот. Как я экзамены сдавал. Там какой-то... Уже не помню какой. Ну ладно так. Где вы все? Алло. Алло. Вы где? Чуваки. Так. Опаньки. Они решили сдаться. Ну знаете, в принципе нормально отыграли. У нас тут инженер один к девяти. Ну ладно. Золотой ежик. Хоть и три золотых ежа. Опаньки. Я получил звание лейтенант отряда бессмертные. И я теперь, как говорится, стал раком. Когда получу следующее звание, стану клещом энцефалитным. Я не знаю, есть вроде такие клещи, а может и нету. Так, ладно, давайте посмотрим. Что в общем-то мне дали? Ну, варбаксы, да. Это за РМ. Короны. О, 60 тысяч корон. Эх, почему короны нельзя обменять на варбаксы? Так, что тут дадут? Ну, FN Scar H. На 14 дней. Можно будет поиграть. Знаете, неплохо. Ладно, ребят. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Стап Бендер. Увидимся скоро в политических роликах. Всем пока.